А ты знаешь, вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая там в школе просили нарисовать, короче, ну там к празднику, они сказали, это не наш праздник, это дети, наши дети в школе говорят, и ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет, это нацики, они подрастут, будут такими же, чего Путин всех из России, дети, дети, придурка в этих, блин, взяли бы всех, там, переубивали бы, да и нахер. Это что, блядь. М? Дорь, какая ты добрая. Я бы, я бы, я бы наоборот наркотики вколола, если бы работала, чтобы их смотрела, там была запись, когда отдыхайте, мучайтесь, я там письки тоже резала, вот так вот, звезды на спинах вырезала бы, и вообще по уху бы каждый день отрезала бы по пальцу, чтобы им больно так было. Ну, дожди эти, Юль. Я прям ненавижу этих украинцев, вовсе, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы. Я надеялась, что ты не воюешь. Настя, солнышко мое, конечно, воюю, ты что думаешь? Настя, я могу, дядь, Настя, ты думаешь, я могу взять человека и выхлебать, бам, пулеметы калашат, да, я спокойно могу прям все что-то прошить, там, голову оторвать. Ты что, в это не веришь? Настя, я голубоил, встал, у тебя, я вообще, ебану, встал. Как же ты будешь с тобой? Ну, а я могу убить, любить, я могу убить человека, на себя в голову, я пристрелю, в голову убью. Я не боюсь. Я не горжусь, но он мне просто похлый. Я приеду домой, я приеду домой живым-здоровым, и все. Я сына воспитаю, Настя, я сына воспитаю, как мне стоит, не надо быть. Настя, когда были гражданские, я гражданские в окопы кидал. Я вообще, он по голове стрелял, убивал их, они плакали, умоляли меня. Я их все равно стрелял. Настя, ты меня не проси, потому что я такой у тебя добрый. Я тебе какой есть, я приеду таким, каким я есть. Я буду, может, долбайгивым, приеду тебя. А вы-то в плен тоже берете, украинцы? Или вам не приходится в плен брать? Ну, как тут вон брали. Ну, вы брали, именно ваше, там, ваше... Да. Ну, говорят, кто это... Ну, и он там в туалет хотел сильно, ему сказали, типа, сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи и поедешь. Все, он пошел на него в спину. Это же не война, и спецоперация, и спецоперации... Ага, не война, все разбомбили нахуй. Все поломали, все. Детей поубивали. Взрослых поубивали, это не война. А и что такое тогда? Ну, у нас спецоперация. Ну, у вас спецоперация, а людей, людей сколько погибло? Ну... Люди погибли сколько, солдатов сколько погибло, и спецоперация. Нифига себе. Все разбомбили вы там. Здесь на базе наш опорник чистилищем называют. Чистилищем называют? Чистилищем. О, а почему так называют? Потому что самая очкова у нас. Чего самая? Самая очкова у нас. Как понять, объясни точку слова. Наш опорник находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить. Думаю, после чего у нас не воевать нечего, ничего у нас. Ни техники, вообще ни чужого нет. Куда-то наделось. Все разбомбились для вас? Да. Здесь вон приехали в Херсон на базу. Здесь вообще жопа. Кладбище вертолетов. Своих? Ну да, у нас же как, все в армии, все по линейке, все ровненько. Вертолеты выстрелили в один ряд и все накрыли нахрен городы. Там поехали ребята в Россию, в колонны. Мне должны купить экипировку. У тебя там есть ли что-нибудь? Деньги? Да. А сколько надо, Дим? Там тысяч восемь, наверное. А это когда? Возможно, завтра, послезавтра. Ага, да я думаю, найду, если что там у кого-нибудь перезайму. Ничего страшного. А что такое экипировка? Да не жалей, это разгрузка, краска. А это вы покупаете за свои деньги, да, Дим? Ну просто то, что она на нас сейчас одетка, это очень страшно. Что-что? То, что она на нас надета, это сложная роль экипировки. Патриот чего? Своей стороны? Конечно. На что вы готовы ради страны? На все. Смотрите, у нас есть патриотический список. Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина, почему не готов? Подождите. Субтитры сделал DimaTorzok